Вести Карачаева Черкесия В Дома правительства состоится очередная 43-я сессия Народного собрания Карачаева Черкесии. В республиканской столице продолжается обсуждение дизайн проектов дворов, попавших в программу благоустройства на следующий год. И в последних числах декабря в Донбай состоится юбилейный пятый турнир по смешанным меденоборствам «Битва в Донбай». Далее об этих и других темах подробнее. Глава Республики Рашид Тембрезов, председатель Народного собрания парламента Карачаева Черкесии Александр Иванов и председатель правительства Республики Мурат Аргунов поздравили жителей Республики с Днем Конституции. В поздравительном адресе первых лиц говорится. Основной закон, принятый россиянами в 1993 году, вошел в жизнь граждан как главный гарант их прав и свобод, независимости и целостности государства. Конституция – надежный фундамент, на котором крепко стоит наше правовое государство. Именно ее положение задают вектор развития страны, позволяют эффективно реализовывать социальные программы, укреплять экономику, объединять многонациональный и многоконфессиональный народ России. Сегодня мы особенно должны быть едины. Наша сплоченность, искренние стремления отстаивать национальные интересы, с готовностью отвечать на любые вызовы времени, помогают Отечеству всегда оставаться великой державой. И главное помнить, что благополучие Карачаевой Черкесии и всей страны зависит от нашей с вами активной гражданской позиции. «Дорогие земляки, в этот праздничный день желаем вам мира и добра. Пусть жизнь будет долгой и счастливой», – говорится в поздравительном адресе первых лиц республики. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в приеме граждан, который по поручению президента страны провел полномочный представитель главы государства в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко. На вопрос о необходимости строительства фельдшерского пункта в Хурзуке, о чем просил житель аула Рашид Брезбевич, доложил Юрию Яковлевичу о том, что на 2023 год запланировано строительство нового фельдшерского пункта площадью 60 квадратных метров, оборудованного в соответствии с современными стандартами оснащения. По словам руководителя республики, сроки строительства будут ускорены и объект сдадут уже 1 июня следующего года. Я всегда мечтал только летать. Но он стал не только летчиком, но и увековечил свое славное имя, вписав его в великую историю России. На центральной площади Карачаевска торжественно открыли памятник герою России Канамату Баташеву, погибшему исполняя свой долг перед Отечеством в ходе специальной военной операции. Присутствующим обратился глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов и поблагодарил всех причастных к увековечиванию памяти земляка. Канамат Хусевич завершил свой путь военного летчика как настоящий герой. Выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции, сохранив жизни многих других российских солдат. Я хочу искренне поблагодарить всех причастных к увековечению памяти нашего земляка. Канамат Хусевич будет примером для всех нас. Примером мужества, чести, героизма и искренней любви к Отечеству. Уверен, к монументу будут приходить сотни мальчишек, и кто-то из них наверняка выберет профессию летчика, потому что он почувствует горячее желание стать похожим на Канамат Хусевича. Память о нем будет воспитывать и укреплять патриотический дух у граждан всех возрастов, что особенно важно сейчас в новых тенденциях мировой политики. Воспитание достойных граждан своей страны – одна из главных задач общества и государства. В Черкесской открыли учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В ряды курсантов центра вступили первые три десятка ребят, которые скоро начнут пятидневные учебные сборы. В целом за год «Авангард» может охватить порядка тысячи человек. По словам заместителя председателя правительства республики Дмитрия Бугаева, для этого в центре созданы все условия для практических занятий, в том числе для физической подготовки. Миссия центра заключается в создании условий для формирования у молодежи лидерских качеств, устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству и личной ответственности за судьбу страны. В День Героев Отечества на ежегодном форуме «Маленьких героев» 25 детей из 12 регионов России были награждены медалью «Юный герой». Среди них молодогвардейца Заула Казалтагай Ногайского района Арслан Сеитов, который спас из горящего дома человека с ограниченными возможностями здоровья. По инициативе регионального отделения молодой гвардии «Единой России» он был приглашен в Москву для участия в торжественной церемонии награждения. Награды вручили председатель молодой гвардии Антон Демидов, заместитель секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и герой Российской Федерации сенатор Александр Карелин. В День Героев Отечества в Никольском соборе Черкеска состоялось открытие мемориальных плит баталпашинцам, георгиевским кавалерам Первой мировой войны. В мероприятии приняли участие представители органов госвласти, православного исламского духовенства, общественных организаций, военные, историки, казаки, школьники и студенты, а также родственники георгиевских кавалеров. Об этом рассказал руководитель регионального общества «Царьград» Денис Струговцов. Теперь есть место, где можно почтить память, помолиться о незаслуженно забытых казаках станицы Баталпашинской. Историческая правда восторжествовала. И в заключении мероприятия руководитель регионального общества «Царьград» Денис Струговцов вручил благодарности ключарю архиерейского подворья собора святителя Николая Чудотворца города Черкеска протаерею Сергию Кузнецову и ирею Александру Гурину и историку из Отрадненского района Сергею Немченко. За плодотворное сотрудничество и за содействие в историческом просвещении казаков Баталпашинского отдела, прихожан, паломников и туристов. Более 12 тысяч новых рабочих мест планируется создать в рамках реализации модели экономического развития Карачаева Черкесии. Кроме того, планируется увеличение объема налоговых отчислений в бюджетную систему страны до 12 миллиардов рублей. Об этом сообщили на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов. Напомню, в модель экономического развития вошли пять прорывных проектов. 14 декабря в 16 часов 30 минут глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов проведет прямую линию с жителем республики. Задать вопрос руководителю региону можно уже сейчас по номеру 8 800 200 22 44, а также отправить свое видеообращение через телеграм по номеру 8 918 710 99 90. Хронометраж не должен превышать одной минуты. Линии для приема звонков уже открыты и принимаются с 9 до 18 часов. Трансляция начнется на Россия-1, Архас-24, Радио России, КЧРФМ и на аккаунте главы республики ВК. С 1 января следующего года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны платить налоги и взносы в Федеральную налоговую службу по новым правилам. Для каждого из них там откроют единый налоговый счет. Как будет работать эта система в Карачаево-Черкесии, рассказал исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Обращаю внимание, что все преимущества единого налогового платежа касаются и плательщиков, имеющих разветвленную сеть филиалов и обособленных подразделений. После введения единого налогового счета не нужно будет платить налоги отдельно по каждому структурному подразделению. Нужно будет оформить всего один платежный документ с указанием ННН налогоплательщика. Единый срок уплаты для всех 28 числа. Там не распределяется он федеральным, местным или региональным. У нас сейчас в республике по пилотному проекту один налогоплательщик, водоканал. Он очень успешно использует и нравится ему этот платеж. 14 декабря в Большом зале Дома правительства состоится очередная 43-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии. На рассмотрение и утверждение народных избранников будут вынесены несколько законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональный закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период до 2024 года. О республиканском бюджете на следующий год и плановый период до 2025 года. О внесении изменений в закон о порядке выпаса содержания и прогона сельскохозяйственных животных. В Черкесии продолжается обсуждение дизайн-проектов дворов, попавших в программу благоустройства на следующий год. Работники мэрии республиканской столицы и депутаты городской думы провели встречу с жителями многоквартирных домов Паркова-1 и Доватора-50-52, которых объединяет одна придомовая территория. Главная цель таких собраний – внести правки в типовой дизайн-проект, прийти к общему знаменателю по главным пунктам благоустройства. Еще одно собрание было организовано во дворе Парковой-21 и 21А. Жильцы озвучили свои пожелания, среди них – просьба интегрировать в проект благоустройства крытую беседку. Всего до 2024 года в столице республики будет отремонтировано 50 придомовых территорий. Весной следующего года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. С наступлением тепла планируется сделать территорию действительно зеленой зоной, комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равильтикиев. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории, будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. В Карачаевске уже вовсю идет строительство первого в нашей республике ледового дворца. Уже в следующем году жители Карачаевой Черкесии будут осваивать на ледовой арене зимние виды спорта. О темпах строительства спортивного объекта расскажет начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарыев. На сегодняшний день популяризация именно зимних видов спорта, она будет очень в потребности для жителей, она нужна. Здесь мы можем рассчитывать на такие виды спорта, как хоккей, например, конкобежный спорт. В будущем планируется также привлечь специалистов, которых будут обучать наших детей. Курорты Карачаевой Черкесии, Сочи и Адыгей получат единое транспортное сообщение. Их свяжут с железнодорожной веткой. Поручение о проработке данного вопроса в ответственные ведомства уже дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Масштабный ремонт двух общежитий на 720 мест Карачаево-Черкесского госуниверситета, который проводится впервые за более чем 40 лет, завершится в этом месяце. По словам ректора вуза Таусултана Узденова, ремонтируются три здания университета. В прошлом году были заменены системы отопления и энергоснабжения, проведена внешняя и внутренняя отделка зданий, ремонт жилых комнат, санузлов, коридоров, заменены камеры наружного и внутреннего наблюдения, а также обновлена противопожарная система и полностью поменяли мебель. Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск. Преображение трассы, которая является единственной транспортной артерией между нашим регионом и Краснодарским краем, радует не только жителей станицы Преградной, но и туристов, которые ежедневно проезжают по этой дороге. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаева-Черкесск-Автодор Моят Хутов. Данная работа у нас идет планомерно. С 2016 года мы на участке автомобильной дороги от Зеленчукской до станицы Преградной уже отремонтировали более 38 километров. Планируется закончить полностью всю автомобильную дорогу от границы Краснодарского края до станицы Зеленчукской к 2024 году, что составит более 60 километров. До конца 2024 года на федеральной сети Карачаева-Черкесии отремонтируют 21 километр автодорог и два моста. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С двух до четырех полос расширят 12 километров подъездной дороги к Черкесску от Р-217 «Кавказ», с 51 по 63 километр. А в 2023 году на автодороге А-155 отремонтируют 9-километровый участок Черкесск-Усть-Джигута и два моста в Домбае. В текущем году стартовал капитальный ремонт участка от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной, столицы Карачаева-Черкесии. Встречные потоки разделят осевым тросовым ограждением, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Согласно планам Фокопордор-Кавказ, в эксплуатацию участок будет сдан до ноября 2024 года. Весной 2023 года дорожники приступят к ремонту четырехполосного участка федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай-Граница с Республикой Абхазия с нулевого по 9-й километр. В июне 2023 года в эксплуатацию ведут мосты через реку Домбай-Ульген и Аманаус. 24 и 25 декабря в Домбай состоится юбилейный пятый турнир по смешанным единоборствам «Битва в Домбай». В этом году соревнования проводятся в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в спецоперации на территории Украины. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 200 спортсменов из разных регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. В рамках турнира будут разыграны чемпионские пояса, победителей наградят грамотами и памятными подарками. На базе Карачаева Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева заработал проект «Студенческая студия радио и подкастов». Автор проекта стал обладателем гранта конкурса «Росмолодежи» и на полученные средства оборудует современную радиостудию. Об этом рассказал автор проекта Аслан Гирюгов. Я являюсь руководителем проекта «Студенческая студия радио и подкастов». Выиграл средства в рамках проекта от «Росмолодежи» и сейчас занимаюсь реализацией его. Уже прошло несколько встреч со студентами. Хотим создать такую площадку, чтобы они проходили практику, возможно, собрали какое-то портфолио для трудоустройства, и чтобы в нашей республике и на базе нашего университета развивалась радиожурналистика. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не забывайте, что работники банков никогда не звонят клиентам с вопросами о персональных данных и не пугают потери денежных средств. Они не просят назвать данные банковских карт клиентов, либо поступившие посредством СМС одноразовые пароли. Кроме того, работники финансовых учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на неизвестные счета. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего. Бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале Госуслуг и получите ответ в течение суток. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!